С октября 2012 года в Казнау реализуется проект Tempus SSDS – поддержка студентов и развитие услуг. Проект объединяет 18 университетов и 5 общественных организаций из 9 стран мира – Италия, Великобритания, Румыния, Эстония, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Израиль. Из Казахстана в проекте работают три вуза – Казахский национальный аграрный университет, Западно-Казахстанский агротехнический и Костанайский государственные университеты. Проект «Поддержка студентов и развитие услуг» с начала реализации и по сегодняшний день не потерял своей актуальности. Потребности стран-партнеров проекта в оснащении вузов инновационными услугами для студентов и выпускников, Соответствующих европейским стандартам, развитию прозрачности и доступа к информации, Развитию культуры обеспечения качества среди студентов и сотрудников до сих пор остаются высокими. Все партнеры создали рабочие группы. В Казнау в проекте задействованы и вошли в рабочую группу все структуры, связанные с поддержкой студентов. Вся информация по мероприятиям, все презентации размещены на сайте проекта «Темпус-ССДС». На сайте университета Казнау создана страничка проекта «Темпус-ССДС». Сотрудники партнерских университетов приняли участие в координационных встречах по проекту в Италии, в Азербайджане, в Израиле, в Грузии, где были обсуждены отчеты о ходе реализации проекта и определены дальнейшие совместные действия. Все партнеры провели опрос среди студентов с целью сделать анализ потребностей студентов. В Казнау был проведен по собственной инициативе мониторинг существующих подразделений, развивающих услуги по поддержке студентов, с целью определить качество предоставляемых услуг, что необходимо для усовершенствования их деятельности. В результате было определено, какие именно услуги было бы целесообразным создать для обеспечения устойчивой инфраструктуры для студентов. Сотрудники партнерских вузов прошли обучение, тренинги в Университете Миддлсекс в Лондоне, Университете Штефан Ченмаре в Румынии, Таллиннском университете в Эстонии. В рамках проекта были организованы региональные семинары. В Казахстане местный семинар мы провели в Костанайском университете. В реализации проекта в Казнау активно участвует студенческий актив. В Казнау создан Центр ССДС. Сотрудники Центра прошли тренинги и готовы предоставлять услуги, ориентируясь на европейские стандарты. Центр предоставляет для студентов информационные услуги, доступ к интернету, консультации по обучению за рубежом, оказывает содействие в трудоустройстве, проведение ярмарки, вакансии, помощь студентам и выпускникам в прохождении практики и стажировки, помощь в реализации рабочих инструментов, помощь вновь поступившим студентам по адаптации в ВУЗе, консультации по вопросам, связанным с учебным процессом. На средства проекта приобретено оборудование для Центра, ведутся работы по внедрению онлайн-услуг по поддержке студентам, усовершенствуются имеющиеся услуги. Специалисты Казнал разработали платформу для проекта ССДС, веб-сайт в программе Joomla 2.5, куда собираются и заносятся данные по созданию онлайн-услуг. Создана опция «Онлайн-подписка» на лист рассылки по образованию за рубежом, по имеющимся вакансиям и другим новостям. Совместно с европейскими партнерами, члены рабочей группы Казнал разработали стратегию ССДС, буклеты по проекту, руководство по работе с выпускниками, по созданию ассоциаций выпускников и перевели на русский язык стратегию по распространению, краткую информацию по проекту. Все материалы были распространены среди партнеров и использованы во время тренингов для студентов и сотрудников. Члены консорциума заключают меморандумы с целью продвижения дальнейшего сотрудничества. Уже поданы заявки совместно с партнерами по данному проекту на новые конкурсы Erasmus+. Бенефициарами проекта являются как сотрудники, работающие в области обеспечения услуг по поддержке студентов, так и студенты и выпускники. Проект мобилизовал все подразделения университета в направлении к информатизации и интернационализации услуг по поддержке студентов. Центр ССДС является катализатором услуг по поддержке студентов и работе с выпускниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова